Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Тёплый след В душе твоей Новый день Пришёл, открывай скорей Осеннее настроение Программа Новый день Создали флористы студии Эльпарк Всем здравствуйте Рада вас приветствовать на нашем телеканале В эфире Новый день Здравствуйте, уважаемые телезрители 2 ноября, четверг В студии для вас работает Игорь Старовойтов И Дарья Царанок Сегодня много энергии, позитива Ну и, конечно же, харизмы От нас будет исходить В течение следующих 30 минут Поэтому заряжаемся, одеваемся, наслаждаемся А пока про серьёзные праздники А может быть, и не столько и серьёзные Ну, давайте начнём Очень-очень серьёзный праздник Первый день провозглашения Российской империи Империя была провозглашена 22 октября По новому стилю, 2 ноября 1721 года По итогам Северной войны Когда по прошению сенаторов Русский царь Пётр I Принял титулы императора Всероссийского И отца Отечества Поэтому сегодня наш праздник Россия Да, ещё что касаемо России День международного признания Санкт-Петербурга Посетить этот город на Неве Мне кажется, мечта каждого Кто там не был В том числе и моя Ты не была? Я не была Ты не была? А как же вот эти вот Белые ночи Разводные мосты Я, конечно, всё это видела И по телевидению И в интернете, но всё же Кстати, приедешь в Петербург Значит, подъезды Называйте, пожалуйста, парадная А бордюр называется как? Как? Поребрик Да? Поребрик Ну ладно, ты мне ещё после эфира Пару заметочек на будущее Я иду по Питеру вдоль поребрика И захожу в парадную Мне там весело Просто стихи какие-то Ещё один серьёзный праздник сегодня Это международный день Прекращения безнаказанности За преступления против журналистов Профессия журналист Одна из самых опасных И зачастую бывает такое Что при исполнении служебных обязанностей Журналисты погибают И это очень, конечно, печально Да, не то слово И комментировать даже мне Не хочется, если честно Но мы не будем держать на этом фокус внимания Я хочу пожелать нашим журналистам Чтобы у вас было всё хорошо Вы были здоровы И, конечно же, выполняли свой служебный долг На сто процентов В народном календаре сегодня Артемьев день Другие названия этого праздника Артемий День атаманов Факт о празднике По мнению знахарей В этот день особенно удается Лечение всех желудочных заболеваний При любых болезнях Желудочно-кишечного тракта Нужно помолиться святому великомученику Артемию Который помогает в исцелении подобных недугов Наши предки знали Кажется, правильно Как правильно излечить недуг И верили И ведь не просто так Потому что это помогало Ну, мне кажется, сейчас вся эта история возвращается И возрождается И хорошо И хорошо Да, потому что я придерживаюсь Мнения русского человека Ну, а мы двигаемся дальше И сегодня день кормления птиц овсяным печеньем Необычный праздник Поэтому, друзья, отметить нужно как? Покупаете килограмм овсяного печенья Выходите на улицу А можно? И разбрасываете Это у меня вопрос Конечно, можно Почему нельзя? Часто же спорят насчет того, что хлебобулочные изделия птицам нельзя Лучше все-таки семена Как говорится Нашим голубям все по плечу и по клюву Наша невестка все трескат Мед и тот жрет В США отмечают день гигантского омлета Ну, пусть они там дальше отмечают А мы просто хотим сказать всем, кто завтракает Приятного аппетита Персоны дня 2 ноября 1843 года родился русский скульптор Марк Антокольский Из современников свой день рождения Сегодня отмечает Ирина Богушевская Это российская певица, поэтесса и композитор И еще одна известная российская актриса театра и кино Сегодня именинница Это Елена Захарова Ее телезрители знают по ролям в таких известных сериалах Как «Бабоньки» и «Кодетство» «Кодетство» смотрел, очень хороший сериал Мне очень нравится Я иногда, ну, 25 тысяч серий за день смотрел Ну ладно В общем, мы поздравляем всех именинников, кто родился сегодня Желаем вам здоровья, процветания, ну и, конечно же, энергии в ваших глазах В ваших глазах, в вашей жизни, чтобы все удавалось, все получалось И обязательно наполняйте свое окружение вот этим вот хорошим зарядом И хорошими людьми Да, с днем рождения вас Всем, кто только что к нам присоединился Напоминаем вам, что вы смотрите программу «Новый день» И на очереди у нас самая долгожданная, самая интересная рубрика «Гость в студии» У нас в гостях Ольга Николаевна Усольцева Директор по маркетингу ООСИП «Прибор», торговая марки «Байкальская легенда» Кандидат медицинских наук, куратор научных исследований И, в общем-то, хороший, красивый и яркий энергичный человек Здравствуйте Ольга, здравствуйте Спасибо большое Спасибо, что пришли сегодня к нам Уже телезрители видят, что на столе у нас продукция вашей компании Ну, давайте с самого начала Что же это такое, что представляет ваша компания? Мы производим, наша компания ООСИП «Прибор», торговая марка «Байкальская легенда» Производит два высокотехнологичных продукта Причем это натуральные природные продукты Биочага и биодигидрокверцетин Биодигидрокверцетин – это вытяжка из древесины лиственницы Биочага – это сублимированный экстракт березового гриба чага В чем преимущество и отличие нашей продукции от других каких-то природных тоже средств? Во-первых, мы объединили природное, экологически чистое природное сырье И уникальную авторскую технологию производства Вот эта вот авторская технология производства, что биочаги, что биодигидрокверцетин Разрабатывалась практически 10 лет К разработке привлекались ученые разных специальностей То есть это были и физики, и химики, и биологи И в конце в том числе присоединились и медики И вот в результате вот этой длительной работы Компании удалось получить ту продукцию, которая сейчас вот перед вами на столе Это не лекарственное средство, это биоактивная добавка Да Какую пользу несет эти два средства? Для того, чтобы человек оставался как можно дольше здоровым Мы предлагаем употреблять именно проверенные биологически активные добавки С доказанной эффективностью и безопасностью Какая же все-таки польза? Биодигидрокверцетин – это природный антиоксидант Сама молекула дигидрокверцетина является номер один среди антиоксидантов во всем мире Вот биодигидрокверцетин – это природный антиоксидант Как я уже говорила, из древесины, лиственницы Он на 100% натуральный и имеет особую суперлегкую форму Которая как раз принимается под язык А под языком мы с вами знаем, что у нас есть сосудистое сплетение И за счет этого порошок моментально попадает в кровь То есть получается практически внутривенное введение Сейчас многих беспокоит осенняя холода Вирусные инфекции, которые семимильными шагами шагают По всей Иркутску и по Ангарску, вообще по всей Сибири, я думаю, вообще по всей России Так вот, что биочага, что биодигидрокверцетин Они обладают профилактическим действием Сам березовый грипп чага доказано обладает противовирусным действием против вируса гриппа Всех сиротипов, вирус герпеса первого и второго типа Кстати, это все было доказано в Институте вирусологии векторе в Новосибирске То есть это есть научные исследования по этому поводу И вот как раз сейчас, когда пришел в 20-м году, когда возникла пандемия ковида Они тоже, Вектор начал, он, во-первых, вакцину разрабатывал А во-вторых, они исследовали различные средства Именно какое противовирусное действие на ковид Какое средство будет оказывать И они, поскольку чагой они занимались давно Они взяли отвар чаги и посмотрели, как работает чага против ковида И оказалось, что в эксперименте она подавляла развитие вируса Сибирская лиственница – источник биодигидрокверцетина Естественного помощника организму в период холодов Биодигидрокверцетин Природный антиоксидант повышает общий тонус и защитные силы организма Биодигидрокверцетин Для поддержания вашего активного долголетия Спрашивайте в аптеках Иркутска и муниципальных аптеках Ангарска Номер 28, 206-й квартал Аптечный киоск в здании областного онкологического диспансера 279-й квартал А также в 94-м квартале, дом 3А, дробь 3Б У меня два к вам вопроса, Ольга. Можно ли детям употреблять? И второй момент. На стадии все-таки профилактики или уже когда организм подвержен вирусу? Смотрите, что касается детей Сразу скажу, что Официально, конечно, мы рекомендовать Детям не можем Ну, издавна чагу принимали дети Дигидрокверцетин Ну, как бы, достаточно новый И тут, как бы, сильно больших исследований По этому поводу нет Что касается Когда именно Когда именно принимать При вирусных Вот сейчас вот В такой высокий эпидсезон Биочага и биодигидрокверцетин Лучше употреблять вместе И об этом я говорю не просто так А потому Это все обосновано Как бы подтверждено Исследованием Которое мы проводили В ЛАНОДЭФ В институте биологии Где было показано, что Через разные механизмы И биочага и биодигидрокверцетин Действуют через разные механизмы Но в одном направлении И поэтому они усиливают Действия друг друга Так вот Биочага и биодигидрокверцетин Совместный прием Это профилактика Биочага и биодигидрокверцетин Совместно Это дополнительная помощь Если человек уже заболел То есть ускоряет Выздоровление И самое главное Это восстановление После тяжелых вирусных инфекций Особенно если мы говорим о ковиде Он никуда не делся Сейчас о нем не говорят Но тем не менее он есть Получается на всех стадиях В общем история какая Пейте биочагу и биодигидрокверцетин Дигидрокверцетин Сейчас главное Можно уже приобрести И биочагу и биодигидрокверцетин В муниципальных аптеках Ангарска Раньше только в Иркутске было Теперь есть в Ангарске Это очень важно Ольга Николаевна Это все теоретика Давайте обратимся к практике Обратимся к практике У нас есть стакан воды У нас есть биочага Кстати в каждой упаковочке Есть ложечка Мерная ложечка Совершенно верно Покажите и расскажите Как все это происходит Мы можем даже после эфира попробовать Давайте я подержу Давайте Вот смотрите Вот этот легкий пушистый порошок Видите он не сыпется Потому что частицы настолько мелкие Что они слипаются друг между другом И это дает высокую биодоступность И эффективность И мы ее погружаем в воду И моментально у вас на глазах Идет растворение И человек принимает всегда Свежеприготовленный Вот такой напиток Целебный напиток То есть он растворится полностью без остатка Вообще она уже готова Уже готова Позже принять Ну здравы будем бояре Да ты что Соведущий мой Даже не оставил глоточек Все себе Все себе Очень хочет быть здоровым Еще раз Ольга Спасибо что сегодня к нам пришли Спасибо До новых встреч Конечно Будем здоровы Будем здоровы До свидания До свидания Осеннее настроение Программа Новый день Создали флористы Студии Эль Парк А здоровье нужно заботиться Не только когда оно о себе напомнит А мне кажется ежедневно Каждый день Это точно Но мы двигаемся далее Игорь скажи пожалуйста Есть в твоем окружении Такие люди Которых ты давно не видел Но очень сильно уважаешь Очень сильно любишь Дорожишь Вообще в принципе Что ты знаком с этим человеком Да я всегда благодарю вселенную За тех людей Которые мне нравятся С которыми я на одной волне И к этим людям относятся мои одноклассники Мы редко видимся Но я всегда рад и телефонному разговору И тем более визуальному контакту Вот и у нас более чем за 10 лет эфира Накопились такие друзья Один из самых первых ведущих Нашей программы Нашей программы Андрей Краснов Заглянул в нашу редакцию Попроведывал старых И уже теперь познакомился С новыми друзьями Сейчас он живет и работает в Москве Но не забывает свою малую родину Передаем слово Марии Константиновой И вы сейчас сами все услышите Всем привет! В эфире Новый день Рядом со мной Андрей Краснов Один из первых ведущих Нашей замечательной программы Андрей, привет! Приветики! Неожиданно я по ту сторону теперь Оказался через столько лет Андрей сейчас живет и работает в Москве Как там дела в столице нашей? Ничего, нормально Москва стоит Ничего с ней не стало Растет постоянно вверх И вширь? И вширь, ну да Бесконечно расширяется Вот, скоро будем Самым большим метро в мире Расскажи, пожалуйста Чем сейчас занимаешься? Сейчас полностью занимаюсь музыкой Все время, каждый день На протяжении уже Семи лет, восьми, получается Вот Выступаем Очень много концертов Ездим по миру У нашего программа Вот, в основном Связанная с взаимодействием с людьми Поэтому вот так Андрей, давай мы маленько повспоминаем В каком году ты работал в программе? В программе В новом дне Да, это был Это был Пятнадцатый год, наверное Пятнадцатый или четырнадцатый начало Ну, самое начало нового дня Вот В пятнадцатом В конце пятнадцатого я уехал Так что Думаю, полтора года я поработал Здесь на новом дне Это одни из самых звездных таких Начинаний наверняка Потому что я помню, что вы старались И музыку внедрить, да? Да, мы это сами все собирали По кусочкам Вот, писали с Янкой сценарии С Поповой А потом подключились позже Данил Недзельский, Маша Бачина Вот Но мы были первыми четырьмя ведущими, да? Потом появились еще другие ребята Но я этот момент уже плохо помню Потому что я собирался там уезжать Как вспоминаешь новый день? Да, с теплотой всегда Я был у бабушки сейчас Какое-то время жил И мы с ней утром смотрели новый день Ну как, как? Ну хорошо, у вас все поменялось У вас только буквы те остались старые Вот, а так, конечно, все по-другому стало Вот, но прикольно Это все растет И видно, что развивается Ничего на месте не стоит Так что я рад За всех Приятно это слышать Андрей, скажи, пожалуйста А вот если бы ты работал в телевидении Наверняка это была какая-нибудь музыкальная программа? Не знаю Я не могу сказать, как было бы Потому что то, что я начал заниматься музыкой Это И я всегда к ней горел Имел страсть Но это скорее случайность Что так все получилось Потому что я думал Может быть я в Москве буду на телевидении где-то Вот И там неизвестно, как бы сложилось Так что не могу сказать Наверняка Ну дай бог, как сложилось, так сложилось Музыка это прекрасно Да? Да Не жалуемся Музыка Расскажи, пожалуйста Выпускаются ли синглы? Выпускаются ли У нас другого формата немножко У нас нельзя просто взять и послушать песню Потому что музыка, хоть и музыка Но она больше вспомогательная и второстепенная У нас именно на шоу, на зрелищность Устроена наша Группа Жильверн Можно посмотреть Я думаю всем желающим Есть и в Ютубе Можно ознакомиться Ну а как вы в Москве с продюсированием? Нашли того человека, который везде и всюду У вас все хорошо С железной хваткой Человек Акула Шоу-бизнеса Можно, пользуясь случаем, передать привет Я не знаю, смотрят ли нас ребята из Москвы Но все, кто вдруг случайно увидел Ребят, всем привет Андрей, что можно еще сказать про Ангарск? Ты походил, наверняка погулял по родным улицам Что изменилось за это время? Ну, новые какие-то торговые центры появились У меня очень странные ощущения У меня нету такого Будто бы меня здесь долго не было У меня, когда я уехал, все заархивировалось Я приехал, у меня все разархивировалось Я помню, где ходить Помню все улицы Хотя, казалось бы, да, все были Не знаю, может нужно больше не быть Может надо 70 лет не быть Чтобы такого, ооо, как передвигаться в этом городе Все, конечно, после Москвы чуть меньше кажется Потому что там бесконечно на горизонте какие-то небоскребы Вот, но в то же время все привычное Все родное Изменилась набережная Я ее не видел, кстати Вот, это очень удобно Можно от одного пункта в другой Из разных точек, да Прийти быстрее гораздо Из 29-го в 33-й Не видел, я так полагаю Еще не попал на набережную? Нет, я уже побывал, походил по ней Кстати говоря, я привез вам тепло, видимо Потому что я посмотрел погоду Тут 14 градусов, да Вот, я уеду в субботу И у вас будет 3 Не забирай, пожалуйста, тепло Оставайся Я бы с удовольствием не забирал, но Вот, я вас предупреждаю Потом 2, потом 1, потом 0 Потом пуск Мы, да, мы следим за прогнозом погоды Надеемся на то, что ноябрь тоже будет теплый Приезжай, пожалуйста, в Ангарск, почаще Оставайся жить, пускай будет лето всегда Скажи, пожалуйста, а люди поменялись в Ангарске? Я общался только с теми, кого знаю, да? Логично Вот, так что мои ребята не поменялись Ну, они поменялись в каких-то деталях В лучшую сторону Повзрослели, кто-то постарел Вот, но, слава богу, никто не поглупел Было бы грустно Андрей, от тебя веет Такой положительной энергии Столько позитива Я желаю тебе успехов на музыкальном поприще Не забывай родной Ангарск И приезжай Вактис И посещай Новый день Хорошо, всем тоже удачи, развития Пускай выходите уже на стриминги ВТВ Чтобы делать свои сериалы Свои программы И чтобы это видели во всем мире Вот, и всем здоровья Всего доброго До свидания Андрей, он же Эндриан Он же Эндрю Он же Андрюха Мужественный парень Который не забывает свою малую родину С зелеными волосами Да Красота страшная сила Да, это точно Красота страшная сила Ну, мы давайте продолжим наш эфир И как раз таки далее рубрика Красота в мелочах Здравствуйте, с вами Красота в мелочах Проснувшись ноябрьским днем Я вдруг обнаружила, что пошел снег И что же делать? Достаем из шкафов теплые вещи Казалось бы, все отлично Но нет У нас есть небольшой казус И небольшая дырочка Я покажу, как можно быстро И хорошо заделать Вашу дырочку И ваши джинсы послужат Еще не один год Приступим Выворачиваем наизнаночку Подкладываем специальную тряпочку Для этого не нужен никакой Проутюжильник Не нужно никаких Определенных мест Делаем все с подручными средствами Приступим У нас утюг уже разогрет У меня вот такая есть клеевая лента С изнаночной стороны Нужно проклеить И зафиксировать То место, которое мы будем В дальнейшем строчить Вот так выкладываем Возвращаем руку туда Только под проутюжку Ни в коем случае не на руке Голой делать это И начинаем утюжить Клеевая делает свое дело Фиксируется Фиксируется она очень быстро Можете посмотреть Все Убираем Утюг нам больше не понадобится И приступаем Делать нашу красоту На швейной машинке Для этого понадобятся нам Сначала одни ниточки Потом вторые В цвет наших джинс Если вы видите Здесь Немножко разные оттенки Единственный нюанс Нужно Выложить Изделие По направлению Вы увидите Как идет ткань Долевая нитка То есть не поперек А так как идут Направляющие нитки И начинаем строчить Туда-сюда Три-три с половиной Длину шага Строчки Приступим Туда-сюда В обратном направлении Чуть больше Чуть дальше Как бы создавая Структуру Данной ткани Ну вот так Настрочив Еще оттеночек У нас с вами Практически Все Сделано Остается только Очистить От ниточек Сейчас мы Это сделаем С вами Так Угу Можно увидеть Что с изнанки Оно Все хорошо Зафиксировано Можете увидеть Как получилось Наше изделие Практически Невидимое Можно еще Вот здесь Немножко доработать А так В целом Пригодное Для того Чтобы ходить И радоваться жизни В холодное время года С вами была Красота в мелочах 30 минут Нашего эфира Пролетели Как один Миг Да Быстро Интересно И эффективно Мы Вынуждены С вами Попрощаться Но до новых встреч Конечно же Рады Всегда вам В наших соцсетях Одноклассники Вконтакте Телеграм Подписывайтесь Пишите Высказывайте Свои пожелания О наших темах И мы их обязательно Обсудим И приходите в гости Потому что у нас Самая интересная рубрика Это как раз таки Гость в студии Если вам Есть что рассказать Если вам Есть что показать И вы хотите Познакомиться с нами Лично Пожалуйста Пишите Звоните И мы вам все расскажем Будьте бодры И жизнерадостной И будьте с нами Всегда на 22 кнопке Телеканал Актис Всего хорошего Берегите себя Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Теплый слеп В душе твоей Новый день Пришел открывать скорее Гороскоп на 2 ноября Он Уделите больше внимания Родителям и детям День благоприятен Для наведения порядка Генеральных уборок в доме Телец Не поступайте Самонадеянно И опрометчиво Там Где это нарушает Чьи-то интересы И кто-то может пострадать От недостатка Вашего внимания Близнецы Домашние дела Доставят удовольствие Особенно если они связаны С эстетическими Преобразования Удачный день Для семейных мероприятий И поездок Рак Старайтесь не слишком Драматизировать происходящее Но и не теряйте возможность Сменить ритм И стиль жизни Лев В этот период Опасно действовать По настроению Энтузиазма будет Хоть отбавляй Но цели Или маршрут Могут быть выбраны Неверно Дева Следите за самочувствием Это благоприятный день Для визиток к стоматологу В доме Хорошо заниматься Влажными уборками Пересадкой Комнатных растений Весы Вы рискуете оказаться В очень деликатной ситуации Каждое неосторожное слово Или действие Может вылезти вам боком Скорпион Не торопитесь с оценкой Чужих действий Мотивов И ответными реакциями Уделите внимание теме Которая улучшит Вашу самооценку Стрелец Воздержитесь от излишнего доверия К чужим словам И обещаниям Нелегко вам будет Мириться и с ситуациями Где к вашему мнению Не прислушиваются Козерог Можно заниматься уборками Украшать окружающее пространство Готовить застолье Хороший день для приема гостей Визитов к родителям Водолей Тонкости и нюансы Правят бал Следите за тем Что происходит за кулисами Возможно вы получите ответы На терзающие вас вопросы Рыбы Вы хорошо понимаете Свои эмоции А потому можете Уверенно говорить О своих переживаниях Окружающие люди Найдут это весьма интересно Редактор субтитров А.Семкин